Утро на Екатеринске Первый симптом, когда человек устает, идет покраснение лица. Все этого достаточно, чтобы не перебрать первые тренировки с бегом. Это нужно становиться и в постепенности. Начинать бег необходимо со всей стопы. Так мы разогреваем связки и безболезненно можем переходить на бег. И еще такой вопрос про утренние пробежки. Мне кажется, такой популярный стереотип, что нужно бегать по утрам. Человек сам выбирает по времени, когда ему бежать, как он загружен. А если с утра, то без проблем. Грамотно подходить. У нас же как бег, самое главное, чтобы не навредить. Чтобы не навредить себе пробежками, нужно еще и правильно выбирать обувь. Кроссовки должны быть мягкими и иметь амортизацию. Обращаем внимание и на материалы. Они должны быть дышащими. С обувью разобрались. Но может быть необходимы специальные гаджеты для спортсменов? Нужны ли они начинающим? Ольга Каратаева уже много лет занимается спортом, можно сказать, по старинке. При разминке наушники, плеер, когда бегаем отрезки, получается, часто после того, как пробегаешь отрезок, на пульсометре смотришь, чтобы у тебя пульс выше какого-то предела не поднимался. Кстати, о разминке. Не забывайте готовить суставы и связки к нагрузке. Это поможет вам избежать травм во время пробежки. Фух, теперь я точно начну бегать, но не по утрам, а по вечерам. И обувь надо правильную купить.